На одном из многопостов Донецкой Народной Республики были задержаны военнослужащие 93-й бригады. Представьтесь, пожалуйста. Папа Сергеевич Иванович. Глысенко Александр Валерьевич. Вы подтверждаете факт своего задержания? Как это происходило, куда вы следовали и откуда? Да. Куда вы следовали? Наши стояли в этом... Переезжали из другого места и мы ехали до них. То есть вы на частной машине передислоцировались? Да. А вы? Я вместе с ним. Грош, пожалуйста. Вместе с ним мы ехали на такси. Вы ехали на такси к месту новой дислокации? Да. Понятно. Представьтесь, пожалуйста, ваше имя и мучество Сергей... Сергей Иванович. Сергей Иванович. Где вы служили? Как вы... Вот на данный момент ваш статус? Откуда вы родили? Давайте сначала. Откуда вы родили? Из Кировоградской области. Из Кировоградской области. Из Кировоградской области. Дальше? Бабернецкий район. Село Верламовка. Вы вас призвали в армию, либо это был штатный призыв? Как вообще так исходило? Как вы попали в армию? Ну, мы до меня приехали ночью. Скажут, типа, 10 дней там перед подготовкой. Ну, я и поехал на 10 дней. Когда это было? 21. Первый раз, как меня привыкали, было 21 березня. А тогда 3 апреля забрали меня на 10 дней. Вы представьтесь, пожалуйста. Лысенко Александр Валерьевич. Откуда вы родом и вы проживаете? Из Днепропетровской. Там и проживаю. Забрали, прислали дому повестку. Явился в военкомат на 8 часов утра. Явился в военкомат и забрали. Сказали, от 10 до 45 дней на переподготовку. Сколько вы действительно находились на так называемой переподготовке? На данный момент почти 4 месяца уже. Скажите, пожалуйста, вы, ваша воинская специальность? Командир машины. Какую машину? Град. Ваша? Разведчик-денномерщик. Как командир, вы проходили воинскую службу срочно? Да. Кем? Командиром гармати Д-30. Гавбица Д-30. То есть, вы авториливались со стажем, можно так сказать? Не, после ручки один раз стрелял. А сейчас, как забрал, я, наверное, только стрелял с автомата. Вот на полигоне и все. Скажите, ваша часть базировалась в Карловке возле Донецка? Да. Сколько машин Град находилось там? Машины четыре десь. Огонь велся? Да, ввелся. Куда? Сторону Донецка? Ну, вроде да, да. Ну, давайте смотреть правде. Ну, в ту сторону было повернуто. Вы, как командир машины установки Град, тем более, вы со стажем, вы понимали, куда вы стреляли? Понимал. Вы тоже участвовали в обстрелах живых районов? Нет. Я к установкам Града отношения не имею. Скажите, где вы базировались после Донецка? Тогда переехали в Зеленый, в Красноармейский район. Красноармейский район? Да. Сколько было установок, сколько пустов? Там двое было. Ну, там оттуда ни разу пустов не было. Только приезжали по снарядам и все. Если вы приезжали за снарядами, значит, где-то вы их использовали? Я не использовал их. То есть вы настаиваете, что ваш экипаж не использовал основных руках? У меня за экипажа остався только водитель, а то всех по сбору скидали по машинам. Кем вы работали на гражданке? Поваром. Поваром? Я на стройке работал, и поваром работал. Какая была у вас зарплата? 1100-1200. Сколько вам платили сейчас после призыва? Ну, один раз заплатили, и все 5 тысяч. А для этого? Там 160 десь, и десь 1,5. И все. И то сказали, что это аванс. Но мы знали, что это оно так. Вот в первый раз дали 160, и вот это дали, что 5 тысяч. Вы кем работали? На гражданке? Да. По строительству. Громче, пожалуйста. На строительстве. Какая у вас зарплата была? По-разному. В среднем? В среднем 2,5. Сколько вам платило украинское правительство? Так же самое. Сначала 100-160, и вот это раз 5 тысяч дали. Скажите, как вам указывали цели для работы установок ГРАД? То есть вы понимали, куда вы стреляете? Ну да, мне просто сказали, что я стреляю не в селу, но не именно в город, а рядом. Но вы как командир, вы понимали, что вы стреляете в город? Понимаю. Ну просто я же не так, как казалось, я так и работаю. И то я всего 2 раза стрелял. Вы выполняли приказы? Да. Скажите, очень часто, как сказать, ДНР обвиняют в том, что сами стреляют по своим городам. Вы верите, что люди, которые здесь живут, сами стреляют по своему городу? Нет. Ну, как я уже сьогодний. Ну, как я уже сьогодний. А до этого вы считали действительно, что мы сами стреляем? Ну, там постоянно нам те показывают, те показывают, потому что ничего не это. И оно, что, вот так что. Как вы нам сегодня показывали, они показывают нам таке, что вы так делаете. Скажите, как вы считаете, вы солдат, но морально-этическая сторона вашего командования, которое приказывает вам обстреливать мирные города. Вы как люди, как украинцы, как наши земляки, я так понимаю, вы эрогом из Днепропетровска, как вы на это все теперь смотрите? На свое командование? Вот это мне хотелось бы услышать от вас. Ваше отношение теперь к вашему командованию? К ним никакого отношения нет. Вообще никакого. Мы для них просто. Как они сказали, пушечное мясо. Это они говорили про нас? Нет, они и нам сказали. Что вы являетесь пушечным мясом? Угу. Почему? Что бывает приказ, ну, не захочешь ты что-то сделать. Всего там 30 годов тюрьмы тебе, то и еще что-то. Им по барабану все. То есть нас откровенно запугивали? Да. Я вот за 4 месяца один раз только домой поехал, все ему побачить. Вот только вот как ехал, вернулся. Не пускали. Завтра, после завтра. Мы даже голосовать тоже хотели, нам не разрешили. Да, мне разрешили голосовать. Не, мне не голосовало. Все мобилизованы, большая часть не голосовало. И то наши поехали там, ну, то что товарищи там, стилисту, и то там что-то довезли, там все, уже не едем, тоже не разрешили. То есть вы сейчас выполняете приказы правительства, за которые даже не голосовали? Получается так. Да. Я сюда же приехал до дома, я президента на бумаге побачил, я его так даже в лицу не бачу, ни по телевизору, но я... А почему же вы молчали? Ведь это прямое нарушение конституционного... Меня к нас никуда не выпускают. Там везде, в каждом командире об этом говорится, но никто об этом дальше не распускает. На то, что до двери хоть можно, ну, открываются, а то по барабану. Скажите, перед вами лежит часть снаряда графа, вы это понимаете? Вы понимаете, откуда оно взялось здесь, на территории? Понимаю. Что бы вы хотели передать ярволчанам? А теперь понимаете, что все украинские СМИ до последнего будут кричать, что вы вас пытали, издевались, чтобы вы вот это увидели? Да. Вы сделали сейчас очень серьезное заявление, что вас даже не пустили голосовать. Это, наверное, одно из самых серьезных заявлений, которые я слышал за последнее время. Вы еще раз, находясь в трезвой памяти, в уме, вы подтверждаете, что вас не пустили голосовать? Да. 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 Да.